Дорогие преды, можно попросить всех подробностей, потому что там уже очень плотно на входе, а здесь много места. Поделитесь, поделитесь. И так, вторая песня, четвертая глава, вторая песня. Пословно, пожалуйста, давайте повторяем. Будем повторять пословно. Атма, jaya, agaram, parshum, bandhusum, rajne, ca, avikale, nityam, Mithyam, mirudham, mirudham, mamatam, jahau. Atma, jaya, agaram, parshum, raveena, bandhusum, rajne, ca, avikale, nityam, virudham, mamatam, jahau. Virudham, mamatam, jahau. Atma, jaya, agaram, parshum, raveena, bandhusum, rajne, ca, avikale, nityam, virudham, mamatam, jahau. Virudham, mamatam, jahau. Atma, jaya, agaram, parshum, rajne, ca, avikale, nityam, virudham, mamatam, jahau. Atma, jaya, agaram, parshum, rajne, ca, avikale, nityam, virudham, mamatam, jahau. Atma, jaya, agaram, parshum, raveena, bandhusum, rajne, ca, avikale, nityam, virudham, mamatam, jahau. Atma, jaya, agaram, parshum, raveena, bandhusum, rajne, ca, avikale, nityam, virudham, mamatam, jahau. Atma, jaya, agaram, parshum, rajne, ca, avikale, nityam, virudham, mamatam, jahau. Atma, jaya, agaram, parshum, rajne, ca, avikale, nityam, virudham, mamatam, jahau. Atma, jaya, agaram, parshum, rajne, ca, avikale, nityam, virudham, mamatam, jahau. Atma, jaya, gharam, jaya, jay mamatam, jahau, atma, jaya, gharam. К казне, к друзьям и родственникам. Радье, к царству. Чар, также. А веками, беспечно. Нитям, постоянно. Глубоко укоренившись. Привязанность. Устремившись всем сердцем к Господу Кришне, Махараджа Парикши сумел искоренить в себе глубокую привязанность к телу, жене, детям, дворцу, животным, лошадям и слонам, казне, друзьям, родственникам и своему процветающему царству. Комментарь Шикар Парикши. Получить освобождение значит избавиться от дехак-бабудхи, реализованной привязанности к телесным оболочкам и всему, что относится к телу, жене, детям и т.д. Стремясь к телесному комфорту, человек женится, в результате чего у него появляются дети. Жене, детям нужно где-то жить. И потому возникает необходимость завести дом. Лошади, слоны, коровы и собаки относятся к числу домашних животных. Домохозяину приходится удержать их ради домашних нужд. В современном обществе лошадей и слонов заменили автомобили и другие машины мощностью десятки лошадиных сил. Чтобы содержать такое хозяйство, человек вынужден постоянно увеличивать счет в банке и бережно обращаться со своей казной. А чтобы было кому демонстрировать свое богатство, ему необходимо поддерживать хорошие отношения с друзьями и родственниками и стараться сохранить свое положение в обществе. Это называется материальной цивилизацией, которая держится на материальной привязанности. Как уже говорилось, предаться Господу Кришне значит отказаться от всех перечисленных выше материальных привязанностей. По милости Господа, Махараджа Паликшита были все материальные блага и процветающие царства, в котором он мог беспечально наслаждаться царской властью, но по милости Господа он сумел отказаться от всех материальных привязанностей. Таков чистый предный. Привязанность к Господу Кришне, жившая в сердце предного Господа Махараджа Паликшита, помогала ему исполнять свои царские обязанности от имени Господа. И поскольку на нем лежала ответственность за судьбу мира, он всегда внимательно следил за тем, чтобы его царство не проникало влияние к кали. Предный Господа никогда не считает домашнее имущество своей собственностью. Все, что у него есть, он использует в служении Господу. Так, благодаря руководству предного, живые существа, находящиеся под его упекой, получают возможность осознать Бога. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 И такой человек, он просто посвящает себе религиозной жизни, то есть он живет, в общем-то, как обычный материалист, но при этом раз в неделю приходит вредным, участвует в Санкиртене, может быть, вложает тут какие-то деньги на нужные общества. Причем, типа жертвований, которые он вносит, они не сказываются существенно на его бюджете, это просто некие свободные средства, которые он может отдать. В общем-то, так поступают любые цивилизованные материалисты. У материалистов есть принцип жертвы десятину, десять процентов своих доходов на нужду, благотворительности, многочастливых материалистов. Вот поэтому, собственно говоря, жизнь греха с ашами, она приводит к совершенству сознания Кришны. Это очень могущественная, очень могущественный вклад. Потому что одеть шифран и изобразить из себя предавшегося человека гораздо проще. То есть многие преддные одевают шифран, уходят в ашами, не для того, чтобы предаться слушанию Бхагаватам и распространению Бхагаватам. Они делают это для того, чтобы избежать трудностей, связанных социальной ответственностью. И также есть домохозяева, которые называются грехастками, но по большому счету не следуют Харме, грехастки. То есть они принимают этот уклад не для того, чтобы привести своих родственников, всех, кто от них зависит, своих детей, на куличество Бхактии. Цель совершенно другого. Обеспечить себя комфортом, обеспечить себя дозволенными чувствами и наслаждением. И те, и другие сходят с пути сознания Кришны. Для того, чтобы вернуться к Господу, к его лотосным стопам, подходят оба уклада, но при одном очень важном условии. Если человек встал на путь в Брамачарии... КОНЕЦ КОНЕЦ То есть если человек встал на путь в Брамачарии, он должен посвятить себя именно отречению. То есть он должен путешествовать, проповедовать, он должен в комфорте жить в Храме. У него в жизни должно быть отречение. То есть человек должен полностью посвятить себя без остатка предного служения. Тогда он будет защищен в Майя. И если предный сдал на путь в Грехас Кашяма, то тогда он должен посвятить себя тому, чтобы понять, каким образом задействовать чувства на пути отречения. Это очень сложный вопрос. Часто люди, носящие шафраны, они не понимают Дхарма Грехас, потому что у них разные пути. И Кришна говорит, что жертва приношения Грехас Кашяма заключается в том, чтобы приносить в жертву свои чувства на огонь чувств. То есть Грехас Кашяма достигает совершенства через вовлечение эмоций. То есть предный Грехас Кашяма, он должен любить тех, кто его окружает, он должен испытывать привязанность. Но при этом, испытывая любовь и привязанность, он должен посвящать эту привязанность Господу Кришне. То есть не так, что Грехас Кашяма никому не привязан, не привязан к своим детям, не привязан к своей жене, не привязан к имуществу. Он должен испытывать привязанность, но он должен считать все это принадлежащему Господу Кришне. Тогда его привязанность способствует развитию Бхактии. Поэтому, когда человек принимает уклад Грехас Кашяма, при этом он идет по пути отречения, то есть искусственного отречения, то результатом является просто увеличение вожделения. Для Грехас Кашяма очень важно понять, каким образом задействовать свои чувства в служении Господу Кришне, находясь в семье, в семейной жизни. То есть у преданных Грехас должны быть очень нежные отношения к своим детям, должны быть очень нежные отношения между супругами. Они должны проявлять определенный эмоциональный обмен между собой. Он должен присутствовать. Когда Грехас Кашяма обнимает своего ребенка или жену, он не совершает грех. Грехас Кашяма обнимает тех, кому дал ему Господь для его ашрама духовного. Это его близкие люди, которых он должен привести к Богу или способствовать тому, чтобы они пришли к Богу. Поэтому, когда Грехас Кашяма обнимает своих близких, он не совершает грех, если он находится в сознании Кришны. Поэтому вот эта идея того, что Грехас Кашям является тупиком в сознании Кришны, она является оскорбительной. Это совсем не тупик. Проблема заключается в том, что преданы шарахаются между отвлечением Грехас Кашяма и чувственным наслаждением Грехас Кашяма. То есть, это шараханье, оно делает этот уклад малопригодным для духовной жизни. Я извиняюсь. Слава. Согодно? Вы нормально воспринимаете то, что я говорю? Спасибо. Близкие люди, они воспринимают сознание Кришны от преданного через любовь, через определенную привязанность, через присутствие вот этой связи. Близкие люди, они очень сильно связаны между собой. То есть, между ними существует очень глубокая кармическая связь, очень глубокая бессознательная связь. И когда преданный испытывает привязанность к членам своей семьи, но при этом он посвящает свою привязанность к Кришне, то его близкие, они на бессознательном уровне, на интуитивном уровне начинают приобщаться к сознанию Кришны. Это происходит естественно. Потому что сознание Кришны не противоречит идеалам семейной жизни. Наоборот, сознание Кришны и является семейной жизнью в высшем смысле этого слова. Потому что в духовном мире живые существа связаны с семейными узлами, очень крепкими, глубокими семейными узлами, посвященными Господу. Этим отличается материальный мир от духовного. В духовном мире люди тоже очень сильно привязаны друг к другу. Но их привязанность, она носит эгоистический характер, поскольку замкнута на самом человеке, на его эго. То есть она не бескорыстна. В ней присутствует момент эгоцентризма. В духовном мире семейные привязанности, они очень прочные, но они не являются эгоистическими. Там отсутствует чувство собственности. Позиции наслаждающиеся. Почему? Потому что эти привязанности, они посвящены Всевышний. Итак, преданным очень, для преданных очень важно научиться любить людей, которые их окружают. То есть искусство сознания Гришна заключается не в том, чтобы избегать чувств. Искусство сознания Гришна заключается в том, чтобы идти на риск проявления чувств. То есть задействовать свое сердце, эмоции должны быть заняты во взаимоотношениях. Но при этом эти чувства не должны быть как бы пустые, они должны быть посвящены Господу. Это некая вещь, которую нужно изучать. То, что нужно изучать. Еще Добрупада не говорит в комментариях о том, что Парикшат Махарадж избавлялся от отношений, от своих, своей семьи, от коров, от слонов, от собак, от всего остального. Он говорит, что Парикшат Махарадж избавился от привязанности ко субботу. Это означает, что в его чувствах отсутствовал вот этот момент эгоизма, который присутствует у материалистов. Парикшат Махараджи Парикшат Махарадж Вы знаете, Шри Арджуна – чистый спутник Господа, вечный спутник Господа. С этого начинается Бхагавадгита. Это вот первая глава, с чего начинается Арджуна Вишада Йога, где Арджуна проявляет свои чувства к родственникам. Он проявляет ей свою любовь. И смысл Бхагавадгиты заключается, и об этом Шри Абру Пады говорит в комментариях, в одном из комментариев. Первая глава в том, что Арджуна обладает вот этой удивительной любовью, мягкосердечием, то есть не очень мягкое сердце. И он не хочет сражаться по той причине, что он проявляет вот эту свою предрасположенность к принятию истинного Бхагавадгита. Шри Абру Пады говорит в комментариях, что мягкосердечие Арджуна делает его квалифицированным для слушаний Бхагавадгита. Проблема Арджуна заключалась в том, что в его привязанности присутствовал момент слабости, момент эгоизма. И Кришна рассказал Бхагавадгиту не для того, чтобы избавить Арджуну от чувств, он рассказал Бхагавадгиту для того, чтобы Арджуна смог избавить свою любовь от вот этого пристрастия. Арджуну был пристрастий. И Кришна рассказал Бхагавадгиту, чтобы избавить Арджуну от этой пристрастий. И когда Арджуна выслушал Бхагавадгиту, он начал сражаться со своими родственниками, он начал сражаться с любовью. Он сражался и в его глазах были слезы. Но это были слезы не слабости, это были не эгоистические слезы, как в начале. Это были слезы экстазы. Вот подобным образом, когда преданные, живущие в семье, живущие с другими людьми, они проповедуют сознание Кришны, они проповедуют не прямо, то есть не через отречение. Если преданный говорит что-то близким людям, он говорит это с чувством. То есть близкие люди должны чувствовать, что есть любовь, есть привязанность, тогда они принимают. Обычно, когда преданный человек приходит в сознание Кришны, начинаются проблемы с родственниками. Почему? Потому что он ставит условия, человек становится предным и близкие люди чувствуют, что между ними входит некая сила чужая. Что-то чужое входит в их семью. То есть близкий человек отчуждается, он становится чужим. Он перестает проявлять чувства, он перестает проявлять заинтересованность в жизни семьи, он перестает проявлять ответственность по отношению к близким людям. То есть все принадлежит Кришне, для него, для предного означает, что будут как-нибудь сами, без меня. То есть он посвящает все Кришне. Кришна, пожалуйста, сам тут с моей семьей живи, разбирайся. Поэтому близкие люди, они отвергают сознание Кришны не потому, что они против Кришны, а потому что они против имперсонализма. Они против ложного сознания Кришны. Человек очень чувствительен. Кришна находится в сердце каждого. И когда преданный принимает путь сознания Кришны, Кришна начинает интересоваться семейной жизнью предного. Он начинает вникать в его вопросы. Он начинает вникать в жизнь предного. И если преданный становится на истинный путь отречения, то есть он не прекращает своих отношений с близкими, он пытается быть с ними, но при этом он привержен своим принципам духовным. То тогда Кришна устраивает таким образом, что близкие его также принимают путь сознания Кришны, они становятся предными или по крайней мере друзьями Кришны. Это очень важно для человека находиться среди тех, кто хорошо относится к Кришне, является его предным или является другом Господа. То есть это очень благоприятно для предного находиться в такой атмосфере. Почему? Потому что мы очень сильно связаны с теми, кто нас окружает. То есть у нас есть вот эта карма, кармическая связь, она одухотворяется в сознании Кришны. И если предный живет в семье, то это очень благоприятно. Поэтому я бы хотел призвать ваишнавов к тому, чтобы помогать другим предным и самим очень жестко и неукоснительно следовать принципу отречения. Все ваишнавовы должны следовать принципу отречения неукоснительно. Этот принцип отречения заключается не в том, чтобы избавиться от ответственности. Принцип отречения заключается в том, чтобы принять ответственность за свои семьи. Для греховски ответственность, она отличается, то есть отречение отличается от отречения брамача. То есть в его отречении присутствует чувство, присутствует момент привязанности. Принцип отречения. Принцип отречения. свою привязанность, видеть, что Он посвящает ее к Кришне, Он, как минимум, должен тогда привлекаться очень сильно к Кришне. Если Он привлекается идеями, то может освобождение, а самой личностью Кришна не привлекается, он так подсильнее. Он же не может это сделать. Это очень важное замечание. Поэтому для Дома Хозяина крайне важно слушать Шилат Багавата. И смысл слушания заключается в том, чтобы понять, каким образом в Шилат Багаватам и в других пуранических трактатах, в особенности, конечно, в Шилат Багаватам, в Амала Пуранах, то есть в безупречной трактате, описываются связи между преданными, то есть их, как бы, описывается отношение, существующее между преданными и между преданными Господом. То есть обмен эмоциями, обмен расой. Вот что является сутью Багавата. Поэтому, когда Дома Хозяин слушает эти вещи, то смысл заключается не просто в том, чтобы понять философию, а смысл заключается именно в том, чтобы понять, каким образом обмениваться в отношениях, чтобы появлялся Господь. То есть, иначе говоря, смысл Багавата-катхи заключается в том, чтобы одухотворить природу человека, то есть привязать его к Личне, к личностному, персональному аспекту. Понимаете, чем отличается сознание Кришны от имперсонализма? То есть, персоналистическое понимание Бога, оно связано с тем, ну, как бы, оно связано с чувствами. Оно связано с тем, что мы воспринимаем. Я недавно рассказывал историю о том, как я обсуждал, ну, духовную практику с одним человеком, который говорил о своих реализациях, ну, как бы, как в отношениях с Богом. И он говорил, что у него есть очень, ну, такое глубокое уважение, ну, как бы, глубокий интерес к Богу, он все время думает о Боге, все время молится о Богу и так далее. И когда мы обсуждали эту вещь, то я спросил у него, а каков Бог? То есть, вы знаете, что у Бога есть, как бы, форма, что у него есть имя, у него есть атрибуты? Он посмотрел так удивленно и сказал, у Бога не может быть формы. У Бога не может быть, ну, какого-то вот, чего-то ограниченного, потому что Бог безграничен. То есть, мы должны понимать, что персонализм в сознании Гришны, то есть, в сознании Гришны это персонализм. Персонализм означает восприятие Бога в ограниченном, в чем-то, что кажется, как что-то ограниченное. То есть, то, что кажется, ну, то, что вот мы воспринимаем, Это все, то, что мы увидим вокруг себя, это все является предметом персонализма. То есть вот эта попытка уйти в бесконечность какую-то, это не что иное, как путь отречения от страдания, от того, что мы не понимаем, что делать с этим ограниченным. Мы не понимаем, что делать с этой природой, с этой Майей. Мы не понимаем, поэтому мы бежим в нирвану. Но сознание Кришны это персонализм. Это означает, что если вы видите человека, вы можете либо его любить, либо его вожделеть. Эти две вещи, они несовместимы. И любить то, что вы видите, вы можете только в сознании Кришны. Потому что вы видите человека, вы видите его как часть своей, вы видите его как часть семьи Господа. Вот это означает любовь. А другой вариант, это вы видите его как часть семьи, но семьи в смысле своего тела. То есть предмет своего наслаждения, другими словами. То, что мы видим, это всегда тело. Но это может быть либо тело Господа, либо наше тело. Варианта два. С философской точки зрения. То, что я вижу, это как бы материя, это телесное что-то, это тело, часть тела. Но чего тело? Чего это тело? Это философский вопрос. То есть то, что я вижу, является частью моего тела. Когда я наслаждаюсь этим, значит я как бы являюсь Богом. Либо то, что я вижу, является частью тела Господа. Поэтому когда, допустим, человек в сознании Кришны, допустим, мужчина, он видит красивую женщину, он воспринимает эту красоту как красоту природы Господа. Он не воспринимает эту красоту как то, чем он должен наслаждаться. Но это с философской точки зрения. Дело обстоит именно так. Но эта философия, она должна перейти на уровень чувства, на уровень чувственного переживания. Понимаете? То есть, когда мужчина видит женщину, что он должен переживать? Что должен чувствовать мужчина, когда видит красивую женщину? Это вопрос, который я задаю всем присутствию. Что он должен чувствовать? Что он должен чувствовать? Попросить вожделение. Да? Должен чувствовать вожделение. Да, так положено. Мужчина естественным образом привлекается, когда видит красивую женщину. В этом нет ничего плохого. Это естественно. Но, когда он привлекается, он привлекается природой Господа. Если он преданный. Он видит, это природа Господа, она прекрасна. И как человек пропадает, что мы делаем, когда видим красивую женщину? Ничего. Ничего. Мы ничего не делаем. Мы просто восхищаемся. Вот и все. Но мы ничего не делаем в плане того, чтобы получить это для себя. Но при этом присутствуют определенные эмоции, как в примере с одним учеником, который сказал, что вы знаете, у меня нет вожделений. Чтобы, правда, пришел в руку, а ты сказал, ну, может, тебе к врачу лучше обратиться? То есть, это естественно для людей проявлять определенные, как бы, вот эти чувства. И если вы почитаете Махабхарату и даже Шарабхаку, вы увидите, что преданный Господь, они не бесчувственны. Но просто они, испытывая чувства, они всегда ощущают в этих чувствах присутствие Кришны. Вот в чем разница между преданным и материалистичным человеком. И более того, можно сказать, что преданные, они еще более эмоциональны. То есть, у них чувственные планы еще более проявлены. Когда человек начинает повторять Махамантру, то он пробуждается к жизни, у него появляется очень сильная такая, у него и желание появляется, понимаете? То есть, чувствами и планы он получает поддержку. И если мы не слушаем Шимадбхагава, если мы не повторяемся, то ими внимательно, то у нас может просто, у нас могут появиться проблемы, которых раньше не было. То есть, раньше человек жил, он женщин вообще не замечал, или там мужчин. А он стал преданным, столько появилось всего интересного вокруг. Я от преданных это постоянно слышу. То есть, не повторял Мантру, был отречен. Стал Мантру повторять, столько Майи вообще появилось. Слочная Майя. Потому что, когда человек начинает повторять Мантру, он из Таммагуна выходит, он оживает. И его, так сказать, вот эти все энергии, которые в нем дремлет, они пробуждаются для того, чтобы служить Кришне. Но поскольку человек не видит связи всего этого с Кришной, он просто, ну, у него просто начинаются проблемы серьезные. Либо ему нужно просто закрыться в келье, но в келье это, в общем-то, малоэффективно. Потому что, если мы закрываемся от объектов чувств внешних, нас начинают одолевать внутренние объекты. Начинают всякие, как православные говорят, бесы начинают атаковать человека. То есть, изнутри начинают пожирать Майя. Понимаете, невозможно. То есть, если вы этого джина выпустили из бутылки, то вы его обратно уже не закахаете. Единственный вариант это занятие в служении Кришне. Вот и все. Иначе он вас просто съест. Поэтому практика сознания Кришны означает освобождение нашей энергии, энергии чувства, энергии отношений, если хотите, даже сексуальной энергией, можно сказать. Потому что ади-раса, это ади-раса, она содержится в сознании Кришны. Изначальное желание испытывать чувства, любить, оно присутствует в мантре, в святом умении. Но поскольку человек, как бы, не приучен проявлять чувства в сознании Кришны, он попадает вот в эту ловушку имперсонализма. Наверное, это такая скользкая тема, да? Я не знаю, я как-то, ну, я предпочитаю обсуждать сознание Кришны именно в контексте того, что люди реально испытывают. То есть люди реально испытывают эти проблемы. Поэтому это надо обсуждать. Для этого мы начнем Шимад-Багала, чтобы от Духа творить наши чувства, привести нас к Богу. В каком случае Шимад-Багала может ему не сработать? Что должно быть условием этого качественного душа? Должна быть атмосфера отношений, то есть Вайшнава с Ангой. То есть Багавату нужно слушать в обществе предных. То есть нужно слушать его в пространстве отношений духовных к Багаватам. Тогда это одухотворяет человека. Тогда, может быть, спросите, что такое настоящий Вайшнава санга? Может ли быть это вот, ну, внешний какой-то? Что может быть признаком того, что у меня ложная санга или настоящая санга? Или само по себе то, что мы собрались на Шимад-Багаватам, это и есть признак того, что мы хотим, ну, стремимся к настоящей санге? Настоящая санга означает, что между людьми, которые обсуждают Багаватам, есть духовная дружба. То есть они не безразличны к тому, что чувствует другой человек в сознании Кришны. То есть мы обсуждаем Багаватам, это означает, что мы спрашиваем о реализации друг друга. То есть как ты это реализуешь в своей жизни? Как ты чувствуешь Кришну? Как ты чувствуешь этот стих? То есть как этот стих, какой отзыв он вызывает в твоем сердце? То есть мы говорим именно о том, что нас действительно связывает с Кришной. А это называется санга. Это духовная дружба. То есть между предками должны быть такие отношения. Не так, что мы просто обсуждаем Багаватам, имея в виду, что все прекрасно понимают, о чем идет речь. Обсуждение Багаватам означает, что когда мы обсуждаем Багаватам, это задевает каждого. То есть каждый чувствует, что он получил связь с Шима Багаватам по милости преданным. Вот это значит Варшлава Санга. А можно курс? Да. Вот вы сказали, что семейный человек, когда он берет ответственность, ему приходится отречься. И от чего приходится ему отрекаться, и от чего человек не может отречься, и поэтому не принимает ответственность. Семейная жизнь, она предназначена для отречения от позиции господина, от позиции наслаждающегося. Вот в чем секрет. То есть если вы принимаете семейный уклад, то вам приходится сталкиваться с тем, что, ну как бы, приходится сталкиваться с эго других людей. И вы можете жить с этим только в том случае, если откажетесь от своего эго. В противном случае, ваша семейная жизнь станет адом. Когда мы живем сами по себе, мы можем что-то делать, практиковать и при этом думать, что мы совершенны. Но, как говорил Бахтин Атхакур, свойство объекта любого определяется тогда, когда он приходится в прикосновение с другим объектом. То есть нельзя понять свойства объекта до тех пор, пока он не взаимодействует тесно с другим, да? Вот поэтому, когда мы принимаем ответственность за людей, живем вместе с людьми, то мы, наш эго начинает соприкасаться и появляется возможность его увидеть. И, как следствие, отречься от него, от своего эго, то есть сделать его истинным, отречься от ложного эго. Вот поэтому отречение означает, означает очищение привязанности в семейной жизни. Ну, в итоге какой-то, да? Очищение привязанности. Я раньше сам этого не слышал. Вот это и есть отречение. Мы все знаем, как Арджуна у него прекрасное отношение с дедой Пхишман. Но что олицетворяют выпущенные стрелы? Арджуна? Да. Любовь у Бешмадео. То есть, на самом деле, конечно же, в начале у Арджуны было эгоистическое чувство, то есть он отождествлял, как бы, свои отношения с Бешмадео, с его физическим существованием. Но когда он выслушал Бхагавадгиту, он понял, что сокровенным желанием Бешмадео является сражение. Бешмадео хотел этого сражения. Он жаждал этой битвы, потому что он понимал, что это воля Господа и что это, ну, как бы, это то, что дхарма, да? И когда Арджуна начал стрелять в Бешмадео, он стрелял со слезами на глазах. То есть, он любил своего деда, он стрелял в него, он выпускал стрелы любви, на самом деле. Бешмадео стрелял в Арджуну, он стрелял в Кришну, это тоже были стрелы любви. И говорится, что когда стрелы попадали в трансцендентное тело Кришны, то Кришна это воспринимал, и Бешмадео это такое сравнение необычное, как укусы возлюбленных. То есть, это такая, вот тут только Бешмадео очень кровать сможет высказать. То есть, по сути дела, для Кришны это были стрелы любви. И когда Бешмадео победил Арджуну, то Арджуна, он как бы, он был беспомощен. И Кришна, вот эта любовь проявилась как раз, когда колесница Арджуны была разбита, то Арджуна был беспомощен перед Бешмадео, и Бешмадео должен был убить его. И тогда Кришна сошел с колесницы, снял это колесо и замахнулся на Бешмадео. Эта сцена всем известна. Это было проявление любви, это сражение было проявлением любви. И когда Бешмадео увидел Кришну, который замахивается на него чакрой этой, чтобы убить его, он сложил руки и с любовью смотрел на Господа, ждал, когда он его убьет. Вот это отношение, настоящее, семейное. И в этот момент, когда Арджуна увидел Кришну с такими красными глазами от гнева, он смотрел на Бешмадео, замахнувшись на него колесом, то Арджуна, он просто был счастлив, он был просто в трансе любви Кришны, который ради него, ради своего друга, он нарушил собственные обещания, да, не сражаться. Он схватил за стопы Кришны. Кришна, пожалуйста, не убивай Бешмадео, я сам его убью. Я понял все. Кришна, Арджуна, ты правда понял? Да, я убью этого Бешмадео. Ну ладно. Хорошо, посмотрим. То есть, Бешмадео не дождался смерти, но он получил то, чего хотел. Он увидел глаза Господа, разъяренные, как бы в гневе на Бешмадео. Он испытал это вере и расу, это вот расовое отношение с Господом. И он был в полном блаженстве. Вот, поэтому мы должны понять еще важную вещь, что в любви есть все. Там есть место и для сражения, там есть место и для дружеской, как бы, для дружеского разговора. То есть, когда предный ругается между собой, это проявление любви. Так должно быть. Это не так, что предный поругались, из всех сразу испортилось настроение, вот они поругались, все, большинство аппаратов посовершено и так далее. Понимаете? Это должно быть расы. То есть, люди, они улыбаются, люди, они ругаются. И то, и другое должно быть любовью. Это возможно тогда, когда мы воспринимаем этого человека, как Кришниного, как Кришниного. Это член моей семьи, это мой брат, это моя сестра. Когда я ругаюсь со своим братом, из-за того, что он всякой ерундой занимается, я проявляю любовь к нему, понимаете? Эту любовь, ее невозможно ни с чем спутать. Благодаря этой любви человек исправляется. Не потому, что мы ему замечание сделали, а потому, что это замечание, оно делается с чувством, с эмоцией. То есть, мы не отвергаем человека. Это наш человек, это наш брат, наша сестра. Тогда человек может принять все, что угодно. Потому что здесь есть бескорыстие, о котором мы говорили. Потому что бескорыстие, без любви невозможно. Это просто идея. Я бескорыстный. Какое может быть бескорыстие, без любви? Вы понимаете? Ни один человек не может спутать эмоцию любви с какой-то другой эмоцией. То есть, мы можем говорить ему что-то там для его блага и так далее. Но если у нас нет принятия этого человека как своего, как члена своей семьи, как того, с кем мы готовы жить вечно, он никогда не примет наставлений, которые способны изменить его жизнь. Никогда. Потому что единственное, чего хочет человек, он хочет любви духовной, не сентиментальной любви эгоистической, моё, и так далее. Претензий просто какие-то. Поэтому преданный иногда выпускает стрелы. И это необходимо. И нужно быть готовым от преданных принимать и розы, и стрелы. Может ли это такое проявление иметь, что он член нашей семьи, но мы бы очень хотели, чтобы он жил где-то на другом краю Земли. Да, это нормально. Но мы при этом всё равно должны, как бы, мы должны... Он всё равно должен быть частью нашей, то есть мы должны его забывать, он должен быть для нас важен. То есть любой важен. Преданные все очень разные. И мы не можем быть со всеми преданными в дружеских отношениях, в близких. Даже в духовном мире у Кришны есть приясаки, ближайшие подружки. Есть саки, которые не являются близкими подругами. Но для Кришны важны все отношения. Точно так же в общении у нас могут быть друзья-единомышленники, с которыми мы испытываем одни и те же чувства реализации в сознании Кришны. И есть преданные, с которыми у нас отношения, ну как, у нас разные настроения в сознании Кришны. Но для преданного, особенно для лидера, вообще это касается всех преданных, должны быть важны все отношения. Вот это закон, нарушение которого ведёт к разрушению общества преданных. То есть это сектанское мышление или сектанское чувство. Желание быть с теми, кто мне дорог, и желание быть подальше от тех, кто для меня чужой. То есть вот это вот чувство, его нужно очень тщательно, ну как бы, предлагать Кришне. То есть оно должно быть всегда связано с Кришном, мы должны понимать, что чужие люди, это тоже наши люди, свои люди, но просто у нас с ними больше дистанции в отношениях. То есть они для нас, они должны быть важны. Если наше сердце установлено таким образом, тогда община наша, она будет здоровой, она будет благословлённой. В противном случае, наша община будет постоянно разрушаться. У пандавов это до такой степени доходило. Вы знаете, чем отличается пандава от кауравов? И те, и другие были людьми благочестивыми, были людьми ведической цивилизации. И те, и другие соблюдали свою дхарму. То есть и пандавы были хорошими царями, и кауравы были хорошими царями. Но в чём заключалась разница между ними? Они были бредные, но что это на уровне этики, которую мы тут рассуждаем в последнее время? Что означало на уровне этики отличало их друг от друга? Пандавы были беспристрастны. В отличие от кауравов. То есть когда Дурьодана попадал в сложную ситуацию, допустим, с гандхармами, пандавы спасли его, Арджуна спас Дурьодана. Хотя Дурьодана был враг с точки зрения, так сказать, политической. Но тем не менее, Арджуна считал, что это мой брат, я должен его спасти. Арджуна был беспристрастным. Посмотрите, каким беспристрастным был Юрхиштира. Какие оскорбления им пришлось принести. Тем не менее, Юрхиштира не проявлял вот этого отчуждения, что вот пандавы, в смысле, кауравы, они нам больше не братьям. Мы всё, то есть мы как бы отрезаем их. Нет. А смотрите, каким был Арджуна. В начале Гиты он проявляет свои чувства к Бишмадеве, ко всем братьям своим, ко всем кауравам. Он проявляет чувства. Он говорит, зачем мне с ними сражаться? Это же моя семья. Хотя, сколько страданий ему пришлось перенести из-за этих людей, членов его семьи. Вот в этом единственная разница. И он на уровне этики. То, что человек является преданным, это не просто религиозная позиция. Ну вот, один предный, другой непредный. Нет. Это вопрос, это нравственное чувство разное. У предного и у непредного разное нравственное чувство. У непредного это чувство эгоистическое. То есть, оно распространяется только на тех, кто свой. А у предного это нравственное чувство распространяется на всех. То есть, для предного все свои. Все являются членами его семьи. Вот это означает быть предным. То есть, беспристрастным. Можно наполнение наших шансов вопросов по поводу того, что подальше, в общем-то, локту, мешает мне как бы наслаждаться сознанием Кришны. Такая тенденция есть, когда человек приходит к сознанию Кришны, понимает, что семья, которая была у него раньше, она ему будет сейчас мешать. То есть, она не дает ему развиваться. То есть, почитывается. И, как правило, предные, если они не семейные люди, они отрекаются от семьи покупания. Ну, просто перестают общаться. Ходят в вашем житель, или там, или нет. Отдельно живут, может быть. И потом, по мере очищения сознание Кришны, сердце как бы так чистится, и они понимают, что... Ну, это мой опыт просто. Я так понял. Я понял, что это семья, от которой я как бы отрекся так ложно. А она все равно в сердце остается. То есть, как вы сказали, это связь термическая, она глубокая, ее сразу не разовешь. И, как бы, пришло такое понимание, что надо продолжать заботиться о них. Ну, как просадку, там, как-то привозить, вообще не короткое давать, не больше. И потом, через какое-то время, через 2-3 года, я заметил, что семья начинает очищаться тоже. Они там перестают мясо есть, там, как-то уже по-другому ведут, по-другому смотрят, уже не оскорбляет меня как-то. И появляется некая привязанность опять к ним. И вот как здесь не попасть в ловушку, потому что дальше еще больше идет. Ты думаешь, что, в принципе, ну, а что поменялось-то? Ничего не поменялось. Только что, что я там сафрана делаю, еще что-нибудь. Эти отношения еще усиливаются. И как вот не вернуться туда? Потому что я знаю примеры, когда преданные ворачиваются и потом в маме ходят. То есть, вот этот низкий статус людей, он стаскивает человека, который еще посчитал, что он уже преданный там, привязанность получил. Но он может также понять, что это обратно сейчас устосет, может всего этого решиться. Потому что там сильнее, там больше сил стащить. Вот как не попасть в такую ситуацию, как продолжать этот путь и не привязаться? Понимаете, очень многое зависит от первоначального мотива человека. То есть, есть люди, которые мотивированы в сознании Кришны тем, что хотят избавиться от страданий. Да, это большинство. И для таких людей, вот этот вот путь, который мы сейчас обсуждаем, высокий путь, он не опасен. Ну, то есть, там есть не риски. Потому что человек, как бы, он очищает свои семейные отношения с помощью сознания Кришны. И потом, когда он видит, что можно наслаждаться без вот этих страданий, которые были связаны, да, в семье, в семье, люди стали более благочестивыми, он получает хорошую карму, и он возвращается туда и забывает о сознании Кришны. То, о чем, что Абру Пады говорит, вот в комментариях к седьмой главе, где, описывая страдакцев, пришедших в сознание Кришны, обычно, когда они перестают страдать, они уходят. Это как раз вот есть этот сценарий. Но если мотив заботы о семье заключается в том, что предан не считает этих людей своими, он считает, что эти люди, ну, как бы, связаны с Кришной, то тогда их очищение, оно не дает ему соблазн снова стать, так сказать, ну, как бы, искать там наслаждение. Он начинает, он говорит, да, это его семья, но эта семья принадлежит Кришне, не ему. И вот если у него такая позиция, то это путь безопасный и он нектарный. Потому что очищение людей, с которыми он связан вот этими связями кармическими, оно дает ему нектар в сознании Кришны. То есть, он чувствует какое-то дополнительное блаженство от этого. Поэтому очень много зависит от позиции самого человека. почему он это делает, что движет им, когда он заботится о своей семье. Это достаточно несложно различить. Правильно я понял, что в семье, чтобы семья действительно привлекалась, нужно просто собственным примером показывать то, как человек должен себя вести, как должен общаться правильно, что это одно из основных практических правил. То есть, слушающим, от Бага, повторения, с этих имен, понятно, да? вот как именно практически в семье себя вести. Я так для себя сделаю, что ничего навязывать, проповедовать, ни к чему, особенно детям, потому что они просто должны видеть, как ты себя ведешь, исследовать где-то, да? Может быть, что-то еще туда добавить важное, практическое. Ну, невозможно ничего добавить. То есть, близкие люди принимают Кришну просто потому, что вы их не бросаете. Если вы преданы Кришне, вы следуете своим принципам, но при этом вы не бросаете своих близких, не просто в плане исполнения обязанностей, но и эмоционально, вот о чем мы вначале говорили. если близкие люди чувствуют, что вы к ним привязаны, ну, как бы, есть вот эта семейная, да, энергия, но при этом вы преданы, то они не могут не принять Кришну. Почему? Знаете, почему? Потому что Кришна становится членом семьи. Кришна становится членом семьи. То есть, такой закон единства, вы преданы Кришне. То есть, Кришна вам дорог. И также вам дороги эти люди. Они чувствуют, что, ну, как бы, есть связь. И поэтому они не могут вот без Кришны, они все время думают, вот этот Кришна, вот он опять может быть этот Кришна, то есть, вот опять. Но им нечего сказать, потому что есть связь, и они все время ходят в какой Кришне, они все время думают об этом, они все время все время это их как-то вот задевает, как-то вот они в конце концов они без Кришны не понимают, ну, невозможно без Кришны, все. Это реальность. это вошло в плотях как бы отношений и без Кришны уже как бы они и если там кто-то что-то против Кришны скажет, они могут своему там говорить, да ты Кришна и там фанатик, ну так уже без злобы. Но если кто-то скажет что-то против Кришны, они скажут, да, начнут защищать. Но мы знаем Кришну, Кришна нормальная, все, все хорошо. То есть, они реально сами даже не понимая, не замечают этого близкие они кришноизируют. Не в сектанском смысле этого слова, а именно вот в настоящем. Потому что Кришна это, ну как, Хришикеша хозяин чувств. Поэтому мы должны быть на пути чистой предности, это означает Хришикена, Хришикеша севаром, то есть мы задействуем свои чувства в служении и мы не фанатики, то есть саропатхевенирмукта, то есть мы не то, что призываем в какую-то свою там, ну, секту какую-то. Нет. Мы свободны от внешних самоотождествений. Христианин, мусульманин, и так далее. Мы воспринимаем Бога как хозяина чувства секты. Все стремятся к нему интуитивно. Он, все привлекающий. Вот, ну, кто? Кришна. Поэтому саропатхевенирмукта, татпаратвеннерман, он должен очиститься от сектанского мировоззрения сначала и заняв свои чувства в служении Хриши Кеши, то есть вот именно с помощью чувств, мы делаем возможным для родственников принятие сознания Кришны как настоящей семейной ценности, как универсальной ценности, не религиозной ценности, потому что люди могут быть христианами, мусульманами, еще кем. Как я недавно общался со своим родственникам, он предный, но он мусульманин. Ну, как бы, мусульманин, он знает все, но предный. Почему? Потому что Кришна для него он как бы выше религии как таковы. И когда я поехал с ним с другим своим родственникам, на котором мусульмане. Там вообще возник шок, потому что они спрашивают ты кто? Я мусульманин. А почему Кришна Ид? Он говорит, а сознание Кришны это не религия. А что это? А это любовь. Они такие непонятные, понимаете? Потому что человек действительно он это понял, потому потому сознание Кришны это не религия. Это я сейчас о чем говорю? Свою пример. Да, свой пример. То есть смысл заключается в том, что если вы преданы и вы следуете своим убеждениям, но при этом вы не фанатик, то вы в семье, то члены вашей семьи принимают сознание Кришны автоматически. Это вопрос времени. Сколько вам надо будет ждать? Три года или двадцать лет? Это не важно. Важно то, что дело сделано. Люди не могут не принять. Представляете, двадцать лет жить с Кришной. это же все без вариантов. Что там еще проповедовать надо? Когда вы проповедуете это в семье, это нужно делать иногда, когда вы чувствуете, что есть в этом потребность. Когда заказ есть на прямое послание, тогда вперед. и то так осторожно, чтобы немножко в дефиците было, чтобы они немножко еще так ты нам расскажи, чтобы это оставалось, а не так, что у людей уже отрыжка идет. До этого нельзя доводить. Это работает даже у нас в России все семейное. Поэтому это работает даже на предприятии, где люди работают. человек вредный, все знают, он вредный. Обязательно это влажно, чтобы люди знали. Потому что у нас кришнаевы шифруются часто. Но не то, что мы всем проповедуем, а просто кому-нибудь сказать, просто одному, и все бы знали. и он живет, исполняет свои обязанности, он нормально общается со своими этими. Если они предлагают водку, говорит, ребята, водку сами пейте, у меня другая есть, у меня другие напитки. то есть вот это единственное условие. А во всем остальном очень близкие дружеские отношения и так далее. Человек исполняет свои обязанности. То есть он нормально работает, он нормальный человек в коллективе. Все. Проходит полгода, год, человек ничего не говорит о Кришне. А люди же знают, что он Кришнаит. Это их мучает. Они не могут просто так с этим жить, понимаете. Они начинают подъезжать с этой стороны, с той стороны. И когда он пару слов сказал, какие-то вещи загрузились, начинают думать. А он продолжает молчать и ждет, пока они снова спросят. Вот таким образом проповедь осуществляется в семье. И смотришь, человек уже книгу попросил, ему книгу принесли, другой просад можно приносить, угощать людей просадом. Вот это означает проповедь для греха. И медитация должна быть такая, что не то, что я хочу вас всех сделать кришнаитом. Люди сразу это чувствуют. Медитация такая, я не сомневаюсь ни на секунду, что вы все стоите кришнаитом. Вот это называется медитация. То есть просто спокойная уверенность. Знаете, как у китайских такая поговорка, если хочешь убить врага, сядь на берег реки и подожди, пока труп проплывет мимо тебя. Это такая восточная мудрость. То есть не надо сражаться там и так далее, убивать кого-то. Просто спокойная уверенность. Просто сел на берегу реки и ждешь, пока дозреет ситуация. Вот это пробовать для греханства. Но это медитация. Это не просто вот он такой он реально понимает, что к чему. Вы когда рассказывали о башнях брахмачарии и греханстве, я подумал, что брахмачария естественным образом в храме получает возвышенное общение, у него есть старшие предные божества. Ему не нужно много усилий, чтобы устроить эту атмосферу. И напротив, в греханстве он дома является единственным старшим. Вокруг у него дети, которые постоянно хотят телевизор смотреться. То есть неравные условия такие получаются. В этом случае Кришна должен давать какой-то форум в греханстве. иначе эти два ашрама они были бы неравнозначны для духовного роста. фора заключается в том, что греханстве должны построить свою жизнь таким образом, чтобы она была гармоничной. Греханство должны жить рядом с храмом. Либо должны селиться где-то поблизости, чтобы у них была возможность занять детей в социальном пространстве определенном. Потому что дети, естественно, будут смотреть телевизор. Что им еще делать? Но мы вчера говорили, что единственная альтернатива телевизору и интернет является живое общение. Если греханство живет рядом с храмом, то дети, вместо того, чтобы бегать где-то там, они могут забежать в храм, пообщаться с другими детьми. Если греханство рядом живет, они могут устроить общую площадку, где дети могут общаться, где маты могут вместе что-то делать. Какое-то ответственность греха. Проблема в том, что когда мы говорим о грехах с хашами, то мы разные модели имеем в виду. Федическая модель греха с хашами, вот она это род. То есть люди вместе держатся. другу помогают. Поэтому дети не защищены. Сейчас грех аскор, он, конечно, в менее выгодной ситуации находится, потому что он живет где-то отдельно и просто страдает в тупике вот в этом, потому что не знает, что делать. Жена злится, дети в телевизоре в телевизоре вот, и как бы тупик определенный, потому что для семейных людей это все очень важно. Вот эти вещи, которые шафрановые ребята просто не понимают, то есть для них эта реальность не существует. Для семейного человека важно, например, куда-то пойти с женой, куда-то в люди. А куда Кришна эту пойти вместе со своей женой? В храм? Ну, да, в храм он приходит, но что здесь в храме? Девочки налево, мальчики направо, да? Вот. Здесь происходят какие-то очень важные процессы, ритуалы, но именно общение, как бы, вот, нужно, чтобы было общение, да, чтобы можно было общаться как бы преданным, семейным. Вот это должно устроить сами греховские. Поэтому практически, с практической точки зрения вопрос упирается в то, готовы ли греховские принять ответственность за, как бы, за рот, за создание социальных структур, где они могли бы удовлетворять свой духовный запрос. Появление просады обозначает конец лекции. Можно добавить? Да. Здесь очень важно еще то, что реально можно сделать, это достижение то есть греховская краска может принимать приводительство. Даже если он живет далеко, он в силах это делать. Это никакая нетрудность. Да, спасибо, важно решить. Практически может делать блокально. Короче, скажите, я хотел спросить все-таки про отвлечение, как понять отречение, что это такое. То есть как не спутать его с иллюзией. Я могу сказать, я отречен. Я буду экстазик. отречен человек никогда не говорит, что он отречен. Если человек говорит, что он отречен, значит, у него с головой не в порядке. То есть человек, который действительно находится на пути отречения, его как бы его сложность заключается в том, что он видит свою привязанность. То есть человек, который находится на пути отречения, он видит своей привязанности. А человек, который привязан, он думает, что он отречен. Вот. Поэтому как не спутать? Ну, тут что тут спутать? То есть если вы находитесь на пути отречения, если вас спросить ты отречен? Вы скажете нет. Я не отречен. Я вот. То есть иначе говоря, в чем здесь признак? Признак внутренний. То есть когда мы находимся на пути отречения, мы постоянно работаем со своими чувствами. То есть у нас постоянно пробуждается вот это желание быть господином, желание быть наслаждающимся, оно постоянно возникает снова и снова. И мы всякий раз должны предлагать Кришне до тех пор, пока у нас не проявится према. То есть садхана означает постоянное предложение чувств. Понимаете? Это означает садхана. То есть вы должны постоянно предлагать чувства до тех пор, пока эта природа не полностью не одухотворится, пока все не вылезет из вашего подсознания, из вашего сердца и не будет предложено Кришне. И тогда это будет уже Бава. То есть Кришна войдет туда и поселится, это будет уже Бава. Но до тех пор, пока мы находимся на пути садхана, то есть вплоть до асакти, преды должен предлагать свои чувства. Это означает садхана, особенно для Грихаса. Ну для Бравимачаря то же самое, просто по-другому это происходит. надо. А как практически это предлагать чувства? Что значит? Связано? Да. Говорить надо грешно. Очень много вопросов, я не знаю что с ними делать, надо все давать. Что тебе как практически предлагать, если ты видишь, действительно ты в этой ситуации у человека меньше любишь, даже долг должен у тебя такое быть, что делать с этим? Как реально это сделать? Ты вот это видишь, да? Что вот да, мне немножко не ты не хватает для того, чтобы человек принял как-то смог расти дальше, да? Ну, аккуратно это делаешь, не с позиции благодетеля навязываешь. Как реально, когда ты это видишь, что сделать с собой, да? Наша проблема с вами заключается в том, что мы пытаемся любить человека, не принимая его. Да, как принять? Вот так вот. Просто принять и все. То есть принять означает, что вы понимаете, этот человек, эта личность, она является частицей Кришны. То есть это когда вы это принимаете, то на практике это означает включение в молитвенное состояние. То вы молитесь за человека. Ну как бы вы когда вы принимаете, это частица Кришны, вы связываете его с Кришной, своего близкого человека, да? Это означает принятие его пути, своеобразие его личности. И одновременно это означает молитва Господу за его благо. То есть когда вы человека принимаете, вы не пытаетесь ему навязать какое-то свое представление, вы можете с ним что-то обсуждать. Да? Сосновная проблема заключается в том, что мы хотим человека переначить, чтобы он был таким, каким мы хотим увидеть, ну, Кришна и там или еще что-то такое, да? Это в принципе понятно по-человечески, но проблема заключается в том, что сознание Кришны или ну, то, что мы называем сознанием Кришны это личная реализация самого человека, это его реализация. Поэтому любовь начинается с принятия. То есть мы должны принять человека как хистицию Кришны и быть уверенными в том, что Кришна все устроит. Вот это тот самый принцип, который я озвучил, когда я речу о проповеди, да? То есть когда вы полагаетесь на Кришну, это один из принципов Шаранагати, именно полагаться на Кришну, не просто как некоторые люди верят, ну, то есть вера означает сомнение. Некоторые настолько сильно молятся Кришне, чтобы молятся, молятся Кришна, пожалуйста, изменим его мужа. Он вообще такой вот, вот если бы стал предным, мне больше ничего не надо в жизни. И вот она молится, молится, а что означает вот это приставание к Богу? Это означает сомнение, да? В том, что Кришна это сделает. А вера означает, что мы просто полагаемся на Кришну, мы не сомневаемся, Кришну стоит все наилучшим образом, насколько это возможно, в нужное время. Вот это означает вера. И вот когда мы с верой относимся к Господу, это значит, что мы принимаем этого человека, мы уважаем его. И тогда у человека меняется отношение постепенно ко всему, начинает свой путь он находит, у него своя собственная появляется позиция по отношению к сознанию Кришны. То есть начинает развиваться духовно. Поэтому эта проблема очень серьезная, она есть и у мужчин, и у женщин. У женщин она может даже быть больше, потому что часто у маты же есть такое желание сделать все наилучшим образом, чтобы все было хорошо. Но хорошо не будет. я извиняюсь. нужно давать, как бы нужно стараться давать пространство, кислород какой-то, чтобы человек чувствовал, чтобы Господь чувствовал, что мы ему доверяем, и рядом человек, на котором он находится, чтобы он чувствовал, что мы ему доверяем, что мы полагаемся на него. То есть если у женщины, вы сейчас про женщину спрашиваете, поэтому я в этом контексте скажу, у женщины может быть такое чувство, но как бы у нее есть проблема, и она пытается эту проблему решить, чтобы он решил ее проблему, ну в смысле, или изменить человека, чтобы проблема решилась, или как-то еще сделать, ну что проблема решилась. И когда у женщины эта вещь возникает, она начинает давить, то есть она даже сама не понимает, что все, что она пытается все это изменить, а когда мужчина это чувствует, у него просто рога вырастают и начинают упрямиться. И более того, даже когда Кришна, вот когда мы пристаем Кришне, мы даем понять ему, что я тебе не доверяю, пожалуйста, сделай так, как я хочу. Ну пожалуйста, ну сделай, ты же можешь, ты же Бог. И вот она пристает, пристает, понимаете, когда человеку постоянно говорят, вот как у женщины бывает, они привет, 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 привет. И с каждым новым запилом он понимает, что она ему не доверяет. Ты же мне уже сказала, я это уже слышал уже десять раз, зачем мне говорить об этом пятнадцатый раз, что значит, я что, идиот, что ли, что это означает? когда смогу сделаю, то есть я работаю в этом направлении. Так она же понимаете, она его пока не добьет, она же не успокоится, ей нужно немедленно результат. Вот если у женщины есть проблема, она есть, к сожалению, да, то она вот вот хоть и треснет, понимаете? И потом она удивляется, а что это такое происходит? Почему мой муж, вот он нормальным человеком, а теперь вообще даже на меня смотреть не хочет и все остальное. Так же с Богом происходит. Мы его пилим, 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 понимаете? Мы не знаем, что такое Шаранагаде, никто нас этому не обучал. И Кришна все больше теряет нам интерес. Чем больше мы его зудим там ему тем больше он от нас почему? Потому что это без верия. Верить значит полагаться на Бога. Он все прекрасно понимает. Сказали ему разок? Сокровенно. Помните как мы вчера говорили на Багаду? Целомудренно. целомудренно. То есть не лезем напрямую на алтарь. Кришна, харибол залезли к Богу. Нет, целомудренно. Кришна, я знаю, что слышишь, есть такая небольшая проблемка, если верить. Все. Сокровенно, целомудренно. И все. Потом можете еще раз напомнить один раз. Достаточно, я вас уверяю. И потом просто наблюдайте за тем, что происходит. Вы будете удивлены, как все удивительным образом складывается. Вот. Но если вот так вот делать, то не так, как я сейчас рассказал, а до этого. результат претерповался, уверяю вас. Ну ладно, нам нужно как-то заканчивать. Но у нас не безграничные возможности. И вечером продолжим все. Спасибо большое. Шагруппадаки? Да. Моголатроса Аданки? Да. Продолжение следует... Активида Аданки? Будь还是 matarаси ? Да. Да. Уómo. Да. Да. Боди. Да. 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 На. Продолжение следует...